Прогуляйтесь у стен в Кремлёвске, добрыми хозяевами, добрыми хозяевами. По-сибирски встречают гостя на Тобольской земле. Евгений Иванов – первый участник испытаний мотоциклистов упрямых садних. Их задача – проехать 4400 километров за такое же количество минут. В честь 440-летия освоения Сибири Евгений доехал быстрее за 4230 минут. Подарок упрямому байкеру вручили три нашивки. Вот такие стандартные – это 600 и на 1000 километров. Соответственно, не больше, чем за 600 минут и не больше, чем за 1000 минут. Сертификаты к ним и вот такая нашивка – про польс 4400, которая будет украшать его стену, где много заслуженных наград. И сертификаты к ним. Евгений Иванов из Первоуральска на Тобольска ехал через Челябинскую, Курганскую и Новосибирскую области. Чтобы набрать нужные километры, он завернул даже в Хантамансийск. Силы были на исходе. Мысли сойти с маршрута появлялись у байкера постоянно. Ведь по пути ему пришлось столкнуться с немалыми трудностями. В Новосибирской области попал в зону пожаров. Был дым и довольно-таки прохладно. И здесь уже Хантамансийская область попала в сильные морозы. То есть было буквально там плюс 1-2 градуса, было очень холодно. Испытания мотоциклистов «Упрямый всадник» проводятся ежегодно. Путешествия на железном коне по разным регионам люди изучают достопримечательности. В Тобольске удовлетворить туристический интерес смогли многие. За два дня я посетил все достопримечательности города. Я очень доволен. Особенно доволен экскурсоводами, которые рассказывали реально от души. От души им большое спасибо. Провожали первого упрямого всадника с почистыми легким взмахом сабли. Он отправляется в обратный путь. Шамиль Гулиф, Ярослав Прохоров, Тобольское время.